Ну что, друзья, с добрым утром! 3 октября сегодня, и сегодня снова исторический день. Доллар снова перепрыгнул с утра за 100 рублей за доллар. К чему это приведет? Сейчас попробуем порассуждать об этом. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Продолжу рассказ о том, что происходит в России, находясь в России. Ну, идет специальная военная операция, там военные расходы растут и так далее и тому подобное. Поэтому нечего удивляться тому, что доллар начал расти, рубль стал обесцениваться, потому что в бюджете огромная дыра, как ее залеплять, ну как напечатать необеспеченных рублей. Необеспеченные рубли ведут к обесцениванию этих самых рублей. А обесценивание рублей, это значит, что за тот же рубль вы сможете купить меньше товаров. И поэтому цены, так сказать, ну как бы логично должны вырасти. Все это мы проходили уже в начале 90-х, была гиперинфляция. И вот цены начали расти. В прошлых видео я констатировал сильный рост цен на топливо. И это в период уборочной кампании, к чему это должно было привести, логично совершенно. Ну смотрите, уборочная кампания, для того, чтобы убрать зерно, ну и прочие, если это к культуре, нужно топливо. Топливо продается по загвышенной цене, там 65-70 рублей за литр дизельного топлива продавалось уже. Ну вот, ну продается и продается, казалось бы. Да? Ну куда идет зерного? Огромная часть зерна идет на производство комбикорма для животных. Значит, соответственно, комбикорм вырастет в цене. Огромная доля стоимости комбикормов в цене мяса. И поэтому все это приведет, логично, на следующей итерации, к подорожанию мяса. Вот. В хлебе, хлебобулочные изделия, как вы понимаете, тоже. Ну и прочее, прочее. И понятно, что рост цен мало нравится населению. Это не добавляет популярности правительству, поэтому правительство стремится обуздать этот самый рост цен. Каким образом? Ну смотрите, я вот тут на днях заправлялся. Уже снова 60 рублей за литр дизеля. Топливо есть, все нормально. Газ, пром, нефть. Не самая дешевая заправка. Все нормально. Цены сбили. Каким образом? Каким образом сбили цены? Ну, запретили вывозить нефть за рубеж. Ну и нефтепродукты. Для того, чтобы нефтепродуктов стало больше, во-первых. А во-вторых, запретили там повышать стоимость, закупочные цены и так далее. Короче, каким образом вернули стоимость топлива к прежним цифрам административными методами? Короче, это называется вот так. Административные методы. То есть запретить, поговорить, пригрозить и так далее. Помогло? Помогло. Надолго? Не думаю. Вот. Все это мы уже проходили. Два года назад, по-моему, когда нефть дорожала там стремительно. Там с 27 до 40 рублей. Вот. Там пригрозили, там что-то там поговорили. Налоговый маневр, туда-сюда. Ну, продержали цены сколько там, полгода. Или год, может быть, даже, да. Напоминаю, что тогда боролись с ростом цен с 27 до 40 рублей. Сейчас, напоминаю, борются, чтобы нефть не... В смысле, дизель не превысил там 70 рублей за литр. Вот. Что касается доллара. Тоже интересный момент. Смотрите. Доллар был еще недавно. Там что-то 60 рублей. Как сейчас помню, это уже до хрена. Я помню времена, когда доллар стоил и 6 рублей, и 27 рублей долго держался. И 40 там рублей. Вот. 60. Ну, последний год там достаточно долго он держался. Там уровень там 62-67. И все там гадали, что он вырастет вот-вот, бабахнет. А он не растет. Все нормально. Вот. И тут никогда такого не было. И вот снова. Доллар пошел в рост. И очень стремительно попер до 100 рублей. Конечно же, никому это не нравилось. Все понимали, что это приведет к росту цен. И, соответственно, Набиулина созвала тогда, в тот момент, когда первый раз доллар взял планку в 100 рублей за доллар. Набиулина созвала срочно заседание Центробанка. И резко повысила ставку. Ставку Центробанка, как она делала это и раньше. И доллар, вы видите на графике, что доллар тогда пошел вниз. Ну, вот. Устаканился на каком-то уровне там в 94-95 рублей за доллар. И как-то не рос. К чему привело повышение ставки? То есть, кто заплатил за это и чем? Ну, удорожание ставки – это удорожание кредитов. То есть, теперь, ребята, вы будете платить за те же самые кредиты больше. Вы за потребительские кредиты, ипотека, говорят, что пока держатся, банки держат, потому что есть государственное финансирование ипотечных кредитов и есть льготная ипотека для того, чтобы люди покупали жилье. И все больше и больше это вызывает некое возражение у финансовых властей. То есть, льготная ипотека тоже прекратится. К чему это приведет? Ну, приведет к тому, что ипотека станет дороже, и кредиты станут дороже ипотечные. И жилье станет снова недоступным. Вот. Да, оно и сейчас недоступно, собственно говоря. За однушку там 5 миллионов, 6-7-8. Я не знаю, что это такое. Ну, естественно, это все приведет к подорожанию всего импорта, естественно, логично совершенно. Тоже не придаст радости населению. Вот. Но, то есть, меры введены, сбили на сколько? Ну, месяц, наверное, продержался. Доллар ниже, чем 100 рублей. Вот. Снова. Будет ли на Биульном дальше повышать ставку? Ну, повысит, я думаю, еще немножко. Но, это опять же, бьет по экономике. Сейчас бум потребительский. Почему бум? Потому что люди понимают, что надо избавляться от рублей и все покупать. Вот. Но, чем быстрее вы избавитесь от рублей, чем больше вы купите сейчас, тем меньше денег у вас останется на будущее. Задумайтесь об этом. И надо деньги не просто вкладывать куда-то. Ну, в смысле, покупать что-то. А если покупать, то самое необходимое. Потому что ближайшее будущее, я вам гарантирую, это 100%, будет сильно хуже, чем то, что было раньше. И в ближайшем будущем денежки вам ой, как понадобятся. Подумайте над этим. Я не призываю вас откладывать рубли. Это смысла особого не имеет. Я призываю вас инвестировать. Надо ли покупать доллары? Вполне. Думаю, что это неплохая идея. На самом деле, покупать доллары. Может быть, даже наличные. Сейчас, конечно, будет раздуваться пропаганда, что доллара вражеская валюта, и так далее. Значит, там, как там говорил Медведев в свое время, доллару скоро конец. Вот. И не покупайте доллары. Я вам скажу, не верьте этой пропаганде. Вот. Доллар в последнее время растет ко всем валютам. Почему он растет ко всем валютам? Ну, потому что во всем мире сейчас немножечко не очень хорошо, и все покупают доллары. Вот. Поэтому там в США тоже все не так, чтобы хорошо, но тем не менее все покупают доллары. Доллар растет, и честно говоря, Америка этому не рада, потому что американцы же тоже покупают что-то и у Китая, и все. Вот. И продают. И это ведет к тому, что американские товары дорожают и теряют конкурентоспособность. Как бы так. Поэтому американская экономика тоже ожидает замедления из-за высокого курса доллара и тоже высоких ставок, потому что там тоже инфляция. Нас могут успокаивать, что инфляция и в Америке, но радость от того, что инфляция в Америке, вряд ли вы намажете себе на хлеб. А на хлеб вы будете мазать уже скоро не знаю, чем. Вместо масла маргарин, наверное. Вот. так что лучше это дело вкладывать. Я вчера посмотрел на свой брокерский счет. И вот все интересно. Я уже говорил, что я там придерживаюсь стратегии, что 50% валютные инструменты, 50% рублевые. И сейчас у меня большая часть в облигациях, КЗО так называемых. Это валютозамещающие облигации, то есть это доллары те же самые, но 9% годовых в долларах дают. Вот. Если их продержать до погашения. Это важно. Потому что они падают в цене. Почему они падают в цене? Они падают в цене в долларах. Потому что в долларах ставка тоже повышается для того, чтобы компенсировать. Дело в том, что по облигациям дается фиксированная доходность. Вот. Это купон. И для того, чтобы текущая доходность сравнялась с фиксированной, на облигации снижаются цены. То есть сейчас облигации стоят недорого, потому что текущая доходность 9%, она гарантируется до погашения, если вы будете держать ее до погашения и никак не гарантируется, если вы ее продадите раньше, чем погашение. То есть вы можете потерять на облигациях, причем очень здорово. Поэтому здесь тоже надо быть внимательными, но у меня на счете все в порядке. На самом деле облигации в рублях выросли в цене. Почти все, кроме одной пока. одна сильно выросла, но стала в ноль, то есть почем купил потом по этой же цене могу продать. Остальные выросли облигации валютные. Что сейчас покупать? Ну трудно сказать. Может быть просто держать деньги в кэше, валюте. В юанях например сейчас очень популярно. Ну а может быть в тех же облигациях если вам не надо например ну срочно не потребуются деньги вы это понимаете то вы можете держать эти деньги опять бутылки накидали то вы можете держать свои деньги в краткосрочных облигациях то есть если у вас есть деньги и вы знаете что в течение года они вам скорее всего не пригодятся вы можете купить облигации с погашением через год вот и все замещающие облигации они есть я посмотрю и может быть скину какие-то инструменты которые это делают вот ну в принципе вы можете обратиться ко мне как это сделать я тоже могу рассказать как открыть брокерский счет как их купить и так далее как выбрать бумаги у меня в этом смысле обширная библиотека из видео библиотека Субтитры создавал DimaTorzok